Во второй, который называют вторая часть, мессианское спасение, и нам важно осознавать, нам нужно осознавать, что Иешуа не начал существовать тогда, когда родила его Мириам. И, несмотря на те ереси, которые пришли позже, не было такого времени никогда, когда он был сотворен. Иешуа, он вечен. Он неразделенно соединен с вечным Богом. И Писание нам ясно говорит, что Мессия — это Бог. И мы можем рассмотреть некоторые Его имена. И мы в один дай видим вечные отношения между Отцом и Сыном. И есть такое вечное соединение, которое объединяет. И в один е мы видим, что Мессия есть как Логос. И из греческого слова «логос» просто означает «слово». Мы прочитаем Иоанна 1.1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И как изначально было «логос», «логос» было у Бога, и «логос» было Бог. И я хочу к вам кое-что интересное сказать. И очень важно, чтобы оно было в ваших конспектах. И это может быть очень важным, когда вы служите неспасенным евреям. Две тысячи лет до времени Иешуа в иудаизме была такая доктрина учения, которая называлась «мемра». И концепция или понимание «мемры» было очень подобно с концепцией «логос». И эта концепция, она говорила, что на небесах есть Божество, как Отец. И они основывали свое понимание, что это Бог. И что, когда они приходят в Его присутствие, они также склоняются перед Ним. И Он сидит в присутствии Отца. А кто сидит в присутствии Отца? Как не тот, кто равен подобен Отцу. «Мемра» — это был Творец. И это был тот канал, через который Бог, Творец, говорил ко всему Творению. И Он также был Искупителем. И эта мемра, она была очень... он очень был подобен Иешуа. И когда мы идем через наши учения сегодня, мы будем видеть корреляцию между мемра и логос, между мемра и Иешуа. И когда Иоанн или Йоханнан включил эти первые слова в его Евангелие, это не тот концепт, который чужд для иудаизма. Она очень подобна или в еврейской мысли. И она была очень последовательной мыслью в первом веке. И во втором веке. И в третьем веке. И в первых пять веков это было стандарт иудейской мысли. От 200 лет до рождения Иешуа и 300 лет после. Потом раввины осознали, что они дали очень много подтверждения Иешуа. И чтобы не оберечь народ Израиля от Иешуа, они просто хотели, они разрушили вот эту еврейскую традицию, чтобы она не влияла на народ. Чтобы не думать об этом и не задумываться. Но когда мы приходим к четвертому веку, это было достаточно принимаемым еврейским народом. Я также хочу вам предложить такую историческую справку. Когда еврейский народ, после разрушения храма и изгнания евреев с земли, раввинам нужно было как бы заменить библейский иудаизм. Потому что уже не было возможным продолжать библейский иудаизм. Если у вас нету земли, нету храма, и нету священства, которое... Нету жертв, и нету нужды и возможностей служить людям. И что вы будете делать с Конституцией и законами, если нет как бы народа? И они пришли к тому факту, что они не могут исполнять Тору так, как она написана. И они начали применять аллегории, быть духовным в этом. Вместо применения Торы они начали делать новые толкования. И в этом процессе сотворился раббинистический иудаизм. Иудаизм, который не вовлечен в храм, но он больше сосредоточен в раввинах. И когда евреи были все распространены по всему миру, раббии, конечно, хотели сделать новые законы, которые были проговорены всем евреям везде. Если вы хотите быть хорошим евреем, вам нужно соблюдать эти новые раввинистические законы. Много евреев, они не отнеслись к раввинам серьезно. Они были евреями, даже религиозными. Но кто эти раввины, которые будут говорить, что им делать? Просто они как бы не обратили на них внимания. И борьба была между раввинистической властью и массами евреев. В первые века христиане и евреи, они очень хорошо общались между собой. Сейчас люди этого не осознают. Они думают, что после страстной недели, то между христианами и евреями нет хороших взаимоотношений. Да, мы уверены, что было время, когда было гонение за евреями. Но их было немного. Когда мы приходим во второй и третий век, что христианское общество и еврейское общество, оно очень хорошо вместе сотрудничало. И мы находим, что даже мессианские евреи, и даже христиане и неевреи, они посещали синагогу. И неверующие евреи, они посещали церкви. И христиане и евреи, они ходили, как бы имели общую работу. И они елися вместе. И сын с одной стороны женился на дочери с другой стороны. И было таких очень много браков, которые очень не нравились раввинам, и которые также не нравились отцам церкви. И лидерам не нравились эти хорошие взаимоотношения между евреями и церковью. И раввины и отцы церкви, им не нравилось это гостеприимство между двумя группами. Когда Константин провозгласил христианство такой законной религией, и в конце третьего века что христианство было главной религией в Римской империи, евреи повсюду евреи подумали, что вопрос, ситуация, она решена. что Ешуа, он победил Римскую империю. И если были такие вопросы, как что будет в будущем, уже было это решено. И в это время сотни тысяч евреев были обращены в христианство. Сотни тысяч. И это очень не нравилось раввинам. И они хотели остановить вот это действие. И они решили, что две вещи должны произойти. И одна из них, это что доктрина о мемре должна была не рассматриваться. Потому что она дает очень много подтверждения, чтобы верить в Ешуа. Но, во-вторых, раввины сказали, мы должны дать евреям больше уверенности в писании раввинов. Они должны стать послушными Мишне и Гамаре. И как мы это сделаем? Вот план. Мы скажем евреям, что устный закон, Мишна и Гамара, что устная тора была дана Моисею на горе Синае. Да, письменная тора была дана Моисею на Синае. Но также Бог дал и устную тору Моисею. И эта устная тора в течение веков была запомнена, записана и передана поколениям, которая находит необходимость в нужде, и чтобы ее передавать. И поэтому раввины сказали, все евреи имеют одинаковую ответственность быть послушным перед устной торой, так, как они делают с письменной торой. А еврейская община, она как бы ее это не волновала. Они говорили, что это странно. Мы не будем в это вовлекаться. Но это преподавалось раввинами от поколения в поколение, век за веком. В конце концов, еврейское общество, оно приняло это. Что не только письменная тора была дана на Синае, но также и устная. Итак, это как бы такой исторический дискусс. Итак, Мессия — это как Логос. И в Иоанна 1.18 мы видим, что Иешуа — это первородный. И что это означает «Единородный»? «Моногонос» на греческом, что означает, что он полностью особенный, он только единственный такой, нет никого подобного ему. Это было решение, которое принято было в вечности, что Бог, Он провозгласит Себя, который будет в Его образе и подобии. И нет никого другого, как Он. Это та мысль, которая написана в 18 стихе. «Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, сущий в недре Отчим. Он явил». И когда мы видим в Колоссянам 1.19, Иешуа — это образ Божий. Иешуа — это точное представление Божьего. Нет в Иешуа ничего такого, что отличается от Отца. У них одно сердце, один разум, одно видение, одна воля, одно достижение. Они работают совместно в гармонии и в праведности. Они вместе, совместно один Бог. И Евреям 1.3 говорится о том, что Иешуа — это точный образ Божий. И Римлянам 8.29 И что Иешуа — это первородный. Это говорит о том, что Он — лидер всего человечества, который будет восстановлено Богу Отцу. Когда мы переходим к 2.D, предсказания Божественности Иешуа. Иешуа рассматривается как Бог даже в тех местописаниях, которые мы видели в Исаии. Это мессианские пророчества, которые я сейчас прочитаю. Исайя 43. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте их в степи стези Богу нашему». Исайя 49. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, «Вот Бог ваш». Исайя 7.14. «Итак, Сам Господь даст вам знамение, сидевого чреве, примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил». Мы так видим, кто грядет, и тот, кто был рожден, который называется «Утешитель», «Советник», «Сильный Бог», «Вечный Отец», «Князь мира». «И это тот, кто грядет и будет рожден от Девы». «Итак, Сын Божий будет рожден от Девы». «И какое у Него будет имя?» «Иммануэль». И что это имя означает? Бог с нами. И тот, кто будет рожден от Девы, это тот, кто Бог. И когда я рассматриваю Исаия в 9 главу, когда идет о Князе Мире, в Вечном Отце. И я пришел к пониманию, что у раввинов есть другое понимание этих стихов. И Раши, очень известный раввин в первом иудаизме, изменил грамматику на иврите в этих стихах. Потому что это, опять же, дает очень много подтверждений, чтобы верить в Ишуа. Поэтому нам нужно просто поиграть с грамматикой этих слов. И мы заберем здесь, чтобы это не выглядело, как Ишуа. И вместо того, чтобы говорить, что Его имя должно быть названо, это чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, и Князь Мира, и они это изменили. Такой удивительный советник, сильный Бог, Вечный Отец, и вот Его нужно называть Князем Мира. Они пытаются убрать четыре имени, которые мы здесь имеем, чтобы три дать Богу Отцу, и четвертое кому-то другому. Иначе, есть мессианский раввин в Нью-Йорке. И у нас было такое вечернее обучение по средам в нашей общине. И моя жена решила пригласить израильтянина, который жил по соседству. Его имя было Зива. И она привела его в среду вечера. И произошло так, что мы изучали этот стих. И я преподнес им то, что я вам сказал только что. И я сказал, посмотрите, что сделал Раши. Он изменил грамматику иврита, чтобы сделать, чтобы оно говорило то, что оно не говорит. Он как бы изменил, и поэтому он не боялся изменять Писание. И я протестировал это в классе. А Зива, вот этот еврей, который сидел в конце класса, а Зива говорит, что ему нужно было это сделать. А я говорю, неужели Раши нужно было изменить грамматику иврита? А он говорит, да, нужно было это сделать. Зачем? А я спрашиваю, зачем нужно было ему брать и изменять Библию, чтобы она говорила то, что она не говорит? Я говорю, Зива, скажи, почему Раши нужно было это сделать? Она говорит, что это очень просто. Она говорит, если бы он это не сделал, мы бы верили в то же, что и вы верите. А если бы мы верили в то, что и вы верите, больше скоро бы не было еврею. И поэтому они как бы ограничили еврейскую Библию по причине, чтобы сохранить еврейскую идентичность. И я пытался в течение лет это как бы говорить. Нам не нужно беспокоиться о выживании еврейского народа. Я говорю, естественно, мы должны быть против антисемитизма. И мы должны делать все, что возможно, чтобы сохранить евреи. И мы почитаем еврейскую культуру. И это удивительная культура, которую нужно придерживаться. Но никто не должен делать геноцид, чтобы еврейский народ пропал. И не важно, это Гитлер, Сталин, Ясов, Ярафат. Потому что Бог, Он сохранит Свой народ. Он сбережет Свой народ. Потому что Он дал обетования Аврааму, Ицхаку и Якову, которые исполнятся. Он дал заповеди в книге Исаии, которые исполнятся. Бог, Он всегда исполняет Своё Слово. Он никогда не изменяет Своё Слово. И Он заповедовал евреям, что спасение, оно произойдёт. И мы посмотрим также в Еремея 23 главу. И мы здесь видим, что Ишуа назван Юдхей Вавхей. Из Еремея 23 глава с 5 по 6 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасётся, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдания наше». Амин. Я хочу сейчас перейти к 2C. Атрибуты Ишуа. И мы не будем очень аккуратно идти. Но я хочу, чтобы вы увидели, что говорит Библия о Ишуа. Первое, что Ишуа — Он вечен. У Него никогда не было начала. И Него не было конца. И нет такой, как бы, средней точки в Его жизни. Он вечен. И в Колоссянам 1.17. «И Он есть прежде всего, и всё им стоит». И в 2D мы видим, Ишуа — Он неизменен. Это означает, что Он не меняется. Он не означает, что в один день Он один, во второй Он другой, а в третий Он совсем другой. Но Библия говорит, что Ишуа Хамаши что Он всегда один и тот же. И также мы видим, что Он всемогущ. Это означает, что у Него есть вся сила, всесильный. И что нет ограничений в Его силе, возможности. Он может делать всё. Это наш Ишуа. Это тот, кто мы имеем отношения сегодня даже. И в наших личных молитвах, даже тогда, как мы едем на такси в машине, и вы молитесь и поклоняетесь Господу. И Ишуа, Он посещает вас. И вы ощущаете Его присутствие. Вы радуетесь в Нем. Это тот же Ишуа. Это всемогущий Ишуа. Всесильный. У Него есть такая возможность смотреть на Солнце. Он может так сказать, «Я, может быть, не хочу, чтобы оно больше светило». И Он просто вот так сделает, потушит его. И Он сделает это. Это всемогущий. И это наш Господь. Это наш Господь. И мы в 4D видим. Ишуа – всевидящий. Это означает, что Он всё знает. Он знает мысли человека, что что Он делает. Он был с Отцом от начала вечности. Он готов ожидать будущее. И верьте мне, что Он знает всё о вас. Он знает, сколько волос у вас на голове. У моей сестры голова покрыта сейчас, шапка. Может быть, ей холодно, потому что она одета, и в шапке. Нам нужно начать обогревать комнату. Но у нее покрыта голова. Но Ишуа до сих пор знает, сколько у нее волос на голове. И то же самое касается всех нас. Он знает нас. Он знает день рождения. Он знает крупу крови. Он знает нашу молитвенную жизнь. Он знает всё о нас. И мы должны знать то, что Он всё знает. Мы перемещаемся к 3C. И мы видим здесь могущественные дела Ишуа. И без того, чтобы сейчас рассматривать все местописания. Мы прочитаем с Колоссянам 1, 16. «Ибо им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, всё им и для Него создано». И мы здесь видим, что Ишуа, Он как бы посредник в творении. И Ишуа — это Слово Божье? Ишуа — это Логос? Да. Это Слово Божье. И Бог сказал, «Да будет свет!» И был свет. Кто в этот инструмент или посредник в творении света? Слово Божье. Ишуа — это посредник в творении. И всё творение в Ишуа был как канал, через который Отец сотворился. И далее мы также видим, Ишуа — это тот, кто сохраняет природу, кто сохраняет от разрушения Вселенную. В Его силе делать гравитацию, чтобы мы стояли на земле. В Его силе сделать так, чтобы Земля крутилась вокруг Солнца. И чтобы Луна, она крутилась вокруг Земли. Он — тот, кто сохраняет природу. И Он также тот, кто дает, приносит прощение греха. И нет другого имени под небом, которым мы могли спастись. И нет другого возможности для прощения греха. И это только кровью Ишуа. Только в доверии в Его имени. Чтобы каждый мог быть восстановлен в Боге. Что же тогда о других религиозных людях в мире, которые очень религиозны, и которые пытаются жить так свою жизнь, и многие из них верят в одного Бога, имеют ли они прощение грехов? Послушайте. Бог — Он праведен. И у Него нет такой возможности в Его правосудии. Он не может так праведно простить грех, если цена не будет заплачена за грех. И это очень важное такое апостольское учение. Бог — Он осуждает грех. И нам нужно это понимать. Бог — Он злится на грех. Он высвободил все нас этот грех. Это как муха в супе. Это как маленькая часть неправедности во Вселенной праведности. И с которой Он не идет на компромисс. Бог не может простить грех просто потому, что Он хочет. Или потому, что «О, у меня было хорошее настроение сегодня». Я думаю, что я прощу грех. «Ой, посмотрите вот этого мусульманина. Посмотрите, как он склоняется и молится в Мекке. Не хорошо ли это? Я думаю, что я возьму и просто прощу Его грехи». Нет, это так не происходит. Или в синагогах, где люди молятся «Авину Малхейну». «Шеллахлану, прости нас». Бог может их простить? Нет, Бог не может просто так их простить. Должна быть цена, которая заплачена за грех. И вот почему Библия говорит нам, вот что праведность Божья, она открыта нам. Ишуа — это тот, кто принес жертву. Вот как мы понимаем, насколько праведен Бог. Как Он хочет прощать грех. Когда только за Него будет заплачена цена. Он поставил Ишуа на дерево или на казнь жертвы. И высвободил всю свою злость на Ишуа. Высвободил всю свою злость на грех. И когда Его желание было удовлетворено, тогда Он смог бы простить грех. Потому что вот почему Ишуа настолько важен. Он в центре. В спасении, в переживании спасения. Он не просто учитель, или философ, или религиозный лидер. Он единственный, кто означает спасение. И также мы видим, что Ишуа — Он означает воскресение из мертвых. Он — первый плод в воскресении. Бог воскросил Его из мертвых. Воскрес Он только ли духовно? И как Он духовно на небесах? А Тело в могиле? Это то, что некоторые еретики учили во II веке. Но является ли это правдой? Нет. Ишуа воскрес из мертвых. Он духовно живой. Но также и физически живой. Он физически воскрес из мертвых. И Он — первый плод воскресения. И как апостолы говорят, что это подтверждение того, что мы будем воскреснуть. Мы не просто пойдем на небо, когда мы умрем. Но мы вернемся с Ишуа, и Он воскреснет наши тела из мертвых. И мы восстановимся и будем в наших телах опять. Итак, Ишуа — Он творец. Он сохраняет природу. Он единственный, кто в прощении грехов. И Он первородный из тех, которые были воскреснуты из мертвых. И я не могу поверить, что сейчас время для перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok